Украина сможет стать членом Евросоюза в 2030 году. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель в интервью Шпигель. Он говорит, что потребовал отъезд ускорить процессы принятия решений. Впрочем, никаких политических скидок ни для Украины, ни для других кандидатов на вступление не будет. С вами Дняхта. Все самое важное и интересное на этот час. Жуткая авария в Венеции. Со стакады упал автобус с туристами. Среди жертв есть украинцы. Мы подняли обломки автобуса, чтобы быть уверенным в том, что под ним нет других людей. Как вы видите, автобус перевернулся вверх дном. Удар был ужасным, потому что он упал с высоты более 10 метров. На ДРФ сбили 30 беспилотников, а тревога звучала в Москве, Сибири и на Урале. Готовность системы оповещения населения. Просьба сохранять спокойствие. Российские военные превратили оккупированный Мелитополь в самую большую тюрьму Европы. Люди ехали в этот подвал и их смогли избивать, они даже не понимали, кто это делает. Друзья, нам 8 лет, поэтому принимаем поздравления. За это время мы выросли из небольшого блога до полноценного медиа. Нашей команде жизненно важна ваша поддержка, поэтому не забудьте поставить лайк видео. Это очень поможет продвижению канала. Итак, врываемся в новости. Жуткая трагедия в Венеции. Автобус с туристами сорвался с эстакады, пролетел 10 метров и упал на железную дорогу. Погибли более 20 человек, среди них четверо детей. Некоторые люди сгорели заживо. Автобус зацепился за электрические провода и загорелся. 15 человек ранены, пятеро в тяжелом состоянии. Известно, что среди погибших и раненых 8 украинцев, а также граждане Германии, Франции и Хорватии. Мы подняли обломки автобуса, чтобы быть уверены в том, что под ним нет других людей. Как вы видите, автобус перевернулся вверх дном. Удар был ужасным, потому что он упал с высоты более 10 метров. Марвенец и уточнил, соответствующие службы продолжают процесс идентификации тел погибших и устанавливают их личности. Что стало причиной аварии, пока неизвестно. Предполагают, что водителю стало плохо. Он тоже в числе погибших. 60 пожарных бригад со всего региона Венето провели сложную операцию. Загорелся автобус, и нам пришлось сначала тушить пламя, чтобы попасть внутрь. Мы провели оперативное вмешательство, которое позволило спасти 15 человек. Атака дронов на Россию. Минобороны РФ заявила в ночь на 4 октября силы ПВО сбили 31 беспилотник. Дроны якобы собирались бомбить Белгородскую, Брянскую и Курскую области. Обошлось без пострадавших и разрушений. Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил, что несколько районов были обстреляны кассетными боеприпасами. Обстреляли с помощью РСЗО кассетными боеприпасами Севский, Погарский, Климовский, Трубчевский районы. По предварительной информации пострадавших нет. Имеются частичные разрушения жилых домовладений, хозяйственных построек. В настоящее время на местах работают оперативные и экстренные службы. Районные комиссии ведут осмотр пострадавших территорий. Последствия обстрелов и разрушений уточняются. Воздушная тревога звучала во многих регионах России. И как это жить в войне на минуту ощутили жители Урала, Сибири, Дальнего Востока, Москвы и Подмосковья. Российская МЧС проверяла системы оповещения по всей стране. Готовность системы оповещения населения. Просьба сохранять спокойствие. Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения. Просьба сохранять спокойствие. Тревогу объявляли и в аннексированном России Крыму. Она длилась почти час. Минобороны России утверждает, что сбила украинские ракеты «Нептун». Но это еще не все сказки российского военного ведомства. Там утверждают, в районе мыса Тарханку, цитирую, «пресекли попытку проникновения на полуостров группы десантников ВСУ на гидроциклах». А глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев заявил о том, что сбили беспилотник. В Севастополе отработала система ПВО. Спасательной службой Севастополя на данный момент зафиксирована информация о падении частей БПЛА на крыше одного из жилых домов в инженерной балке. Никто не пострадал, но от падения частей беспилотника в нескольких квартирах выбило стекла. Полиция Чечни отказалась возбуждать уголовное дело из-за избиения Никиты Журавеля, сообщает база. Объясняют, отказ своеобразно. Адаму Кадырову 15 лет, и у него еще не наступил возраст уголовной ответственности. О том, что полиция начала проверку, стало известно этим утром, хотя инцидент случился 25 сентября. При этом, напомню, отца Маши Маскалевой, которая нарисовала антивоенный рисунок, отправили в тюрьму на два года. Дело Никиты Журавеля поступило в суд Грозного. Его обвинили в хулиганстве и оскорблении чувств верующих за то, что он сжег Коран. Российские военные превратили оккупированный Мелитополь в самую большую тюрьму в Европе, пишет издание «Важная история». Журналисты поговорили с жителями, которым удалось выбраться из города после пыток. Похищают и пытают российские силовики за проукраинские взгляды, за отказ работать на оккупационной власти и просто так, по доносу. Согласно данным канала «Украденные Мелитопольцы», с начала вторжения в городе совершено более 300 похищений, но реальное число может быть в 3-4 раза больше. Про ФСБ говорили очень многие похищенные, что заходили ФСБшники, именно они там вели допрос основные. Понятно, еще часто у них звучало про военную полицию, но военная полиция тоже имеет отношение к ФСБ, так что можно говорить, что это спецслужбы. Но, конечно, в этом были задействованы и местная полиция, даже как называемая гражданской, как местные жители делят полицию на военную гражданскую. Она в том числе просто могла сдерживать людей, а дальше люди ехали куда-то на подвал и их могли избивать, они даже не понимали, кто это делает. И потом какой-то допрос проводит человек, который представляется ФСБшником. И понятно, что это все-таки было под контролем спецслужб. При этом мы очень хотели установить какие-то конкретные личности, но это делать очень сложно. Люди практически всегда по рассказам похищены, впрятали свое лицо, у них не было никаких нашивок, каких-то шевронов, по которым можно было как-то опознать. И вот как они представлялись, либо своими позывными чаще всего, либо просто, что я офицер ФСБ, вот только, чаще всего, только такие, получается, только такое было понимание, кто именно это делал. Тактика Сталина на войне в Украине. Провинившихся российских солдат на фронте отправляют в подразделение «Шторм-З», сообщает Рейтер. Это первое информагентство, которому удалось собрать информацию о том, как формируются и развертываются отряды. Штрафные подразделения в количестве от сотни до полутора сотен человек отправляют на самые тяжелые участки фронта, и они массово гибнут. Трое из пяти бойцов и родственники троих бойцов «Шторм-З» опрошенных Рейтер рассказали о кровопролитных боях, в ходе которых большая часть личного состава подразделений была уничтожена. Естественно, совершенно, что эти подразделения несут колоссальные потери, но прежде всего потому, что источники, их составные части, то есть бывшие заключенные, которые завербовались в обмен на обещание амнистии. Но кто их готовит? Их никто не готовил к военной профессии, к участию в боевых действиях. Понятно, что они гибнут в первую очередь другой контингент, другая часть этого контингента – это проштрафившиеся солдаты, ну, либо регулярной армии, либо добровольческих отрядов и так далее. За что они? Что значит проштрафиваешься? Значит, они либо пьянствовали, либо склонны к употреблению наркотиков и так далее. Но какой из них боец? Да никакой, понимаете. Вот отсюда и возникает стратегия, формируется стратегия и тактика использования этих подразделений. Их бросают таким образом, чтобы они своими телами забрасывали позиции противника. Но это не только сталинская практика формирования штрафных батальонов, но и тактика сталинских маршалов. Впервые в истории США спикеру пришлось уйти в отставку. Кевину Маккарти вменили сотрудничество с демократами, которое позволило принять временный бюджет и продлить финансирование работы правительства. Республиканцы предлагали исключить из проекта бюджета дополнительную помощь Украине. Одним из тех, кто выступил с этим предложением, был Маккарти. В итоге приняли временный бюджет, в который помощь Украине не вошла. Однопартиец Маккарти, Мэтт Гетц, обвинил спикера в том, что он пошел на сделку с демократами. Поступать правильно не всегда легко, но это необходимо. Я не жалею о том, что сделал выбор в пользу правительства, а не недовольства. Это моя ответственность, это моя работа. Я не жалею, что вел переговоры. Наше правительство создано для того, чтобы находить компромиссы. Я не жалею о своих усилиях по созданию коалиции в поиску решений. Меня воспитывали для того, чтобы я решал проблемы, а не создавал их. Поэтому, может быть, я и проиграл голосование. Но, выходя из этого зала, я чувствую себя счастливым человеком, служившим американскому народу. Друзья, сегодня отвечаем на вопрос, где мы были 8 лет. 4 октября 2015 года с песни «Выбора нет» началось вещание ютуб-канала «Нехта». За это время мы из небольшого блога выросли в полноценный медиаресурс. Небольшой командой сняли большое количество документальных фильмов, выпустили тысячи роликов. Эффективность нашего вещания оценил белорусский режим. Нас первыми признали экстремистами и террористами. За счет всевозможных утечек и сливов, в том числе из государственных органов, заблаговременно был раскрушен польский канал «Нехта». Сейчас мы одной из ключевых белорусских СМИ, за которым следят не только белорусы, но и также украинцы, казахи и их соседи, жители стран ЕС. А также россияне, желающие знать правду. Летим выше – будем. Дальше – увидим больше. Любимые герои, которых невозможно пропустить. И те, до кого просто так не дозвониться. Догадки, мысли и версии, основанные на фактах. Юмор, сатира и шутки, от которых порой хочется плакать. В этом сезоне мы будем позриди всего, заполняя пробелы в том, что действительно важно. И рассказывая такое, от чего на уме будет только ну и новости. Среди терабайтов информации мы отбираем для вас только самое важное и интересное. Изучаем тренды и технологии. Открываем новые способы коммуникации. Подделывать мой голос уже. В этом сезоне еще больше информации для вас. На одном из самых независимых современных медиаресурсов «Нехта» начинает новый сезон. Сынк, я так по себе скучала. Спасибо вам за доверие и поддержку. На этом ставлю точку. Благодарю, что были с нами. Если хотите получать информацию более оперативно, приглашаю присоединиться к нашей многомиллионной аудитории в Телеграме или Иксе бывшем Твиттере. Поблагодарить нас за работу можете с помощью кнопки «Спасибо» под этим видео или же по ссылке в описании. До новых встреч, хороших вам новостей, слава Украине, живей Беларусь! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин